Здравствуйте дорогие радиослушатели Красного Радио. Я Бобинов Григорий Вячеславович, председатель первичной профсоюзной организации действий. Я действующий врач. Если многие на удаленке, то я соответственно на приближенке в городе Ленинграде. И сегодня мы поговорим о вирусе и о профсоюзах и как это связано. Не поверите, это связано. Начнем с того, что сейчас конкретно происходит в Санкт-Петербурге непосредственно на моей работе. То есть, если все на удаленке, то я работаю конкретно на приближенке. То есть, непосредственно вхожу в каждую смену неоднократно в различные очаги неизвестного происхождения. Этот вирус, коронавирус, не коронавирус, просто вирус гриппа. Ну, понятно, что я работаю конкретно в очаге. Ну, соответственно, обстановка на станции сейчас следующая. То есть, у нас на станции работают больше 150 человек, которые включают врачи, фельдшеры, санитарки, медсестры, водители. Соответственно, они так или иначе все пересекаются с коронавирусом, который априори есть сейчас в нашей стране. Но в Санкт-Петербурге и подавно, потому что до того, как объявили карантинные мероприятия, через наш город и в наш город приезжало тысячи туристов, а также из нашего города выезжало и обратно прилетало тысячи наших жителей Санкт-Петербурга. Поэтому, так скажем, у нас не глубинка, плюс город-порт, плюс город-аэропорт, плюс город по посещаемости один из первых именно в Европе. Сами понимаете, что если везде коронавирус есть, соответственно, он у нас есть точно. Так вот, на данный момент у нас непосредственно на скорой именно ОРЗ, ОРВИ, предположительно коронавирусом, но в какой-то там средней степени тяжести или же тяжелой степени тяжести не болеет никто. То есть на данный момент мне такого неизвестно. То есть у нас есть люди, которые находятся в карантине по тем или иным мероприятиям. Это в основном рванули куда-то отдыхать, приехали и попали в этот карантин и сидят дома, не выходят на работу. Либо у нас люди не выходят на работу только потому, что, ну и в том числе медицинские работники тоже подвержены панике, и ясно, что у медиков куча вариантов сделать себе больничный и не выйти на работу. Ну хотя есть люди, которые как раз входят в группу риска. Это у нас есть такая Татьяна Игоревна, вот я с ней тут недавно менялись, мы на смене пересеклись, она уже пенсионного возраста, но она ходит на работу, хотя находится в группе риска, так как это все относится к людцам, которые уже находятся на пенсии, да, в такой группе риска. Но она не может не ходить на работу. Потому что она единственная из всех ходит вот в специальной такой маске, которую там купили дети или она сама купила, но при этом она не может не ходить на работу, потому что, говорит, вот у нее советское воспитание, она не может лгать, обманывать и делать себе вот эти липовые больничные. Хотя на работу выходит и, естественно, боится, потому что то, что сейчас происходит в средствах массовой информации, говорят, что вот люди старше, естественно, почему-то все должны умереть. Факт остается фактом. На скорой никто не болеет в тяжелой форме респираторным заболеванием. Также я связался с нашими питерскими товарищами из транспортников. То есть это непосредственно троллейбусники, мы с ними пересекались, посредством защиты. И они сообщают, что у них тоже никого именно нету, которые бы болели в средней степени тяжелыми случаями ОРВИ. Ну, то есть, сами понимаете, с легкими мы чаще всего просто на ногах, ну, там какие-то сопли, какое-то першение в горле, какое-то покашливание. А вот чтобы лежать пластом где-то в реанимации или просто, да, там, переносить очень тяжело какую-то инфекцию, такого у них тоже пока нет. То есть, получается, все группы риска, которые есть, то есть, которые постоянно находятся в очаге, это водители, это кондукторы, это врачи, фельдшеры, медсестры скорой помощи, санитары. Ну, вот что-то не наблюдается поголовно, чтобы там, ну, как бы, заболевали пачками, такого нет. То есть, получается, что проблема, ну, во многом надумана. И мое, ну, я как бы говорю свое мнение, потому что понятно, что нахожусь в эпицентре событий, сам оказываю помощь, приходится постоянно успокаивать людей. То есть, выезжаем сейчас, и такие вызовы есть, когда люди просыпаются ночью, там, один раз кашлянули, возникает паника. И просто едем на панику, не на болезни, а просто на панику. Что человек просто умирает от страха, что он сейчас умрет от этого коронавируса. То есть, насколько вот эта машина раскручена, именно информационное освещение, именно в такую сторону, когда людей просто склоняют к панике не больше. Ну, и как вот эта машина работает наша по подавлению, да, вот это наши буржуазные власти, в принципе, как капиталистическая система. То есть, ожидалось, ну, как бы мир такой вот глобализированный, такой должны сплотиться, сразу разработать какие-то рекомендации. То есть, должны объединиться все ученые, сразу все обследовать. И дать всем классные рекомендации, которых надо придерживаться, чтобы не упала экономика, и при этом как можно меньше народу и людей в мире пострадало от этого вируса. Но на данный момент мы наблюдаем следующую картину, что все разобщились. Никаких вот мероприятий по консолидированию всех своих ресурсов, то есть, объединений в какой-то общий кулак, для того, чтобы всем миром сделать эти рекомендации, их выполнять, чтобы, ну, еще раз говорю, чтобы уменьшить последствия именно воздействия коронавируса на людей, уменьшить число смертельных случаев, такого на данный момент нет. То есть, нам приходится сейчас из разных источников, проверенных, непроверенных, собирать крупицы информации, и на этих крупицах информации строить тактику именно на местах. Но, опять же, то, что происходит на местах, тоже далеко вообще даже, в принципе, от здравого смысла, не говоря уже о каких-то точечных, конкретных рекомендациях по данному вирусу. Ну, допустим, то, что происходит у меня в больнице. То есть, вот я сейчас перейду сразу к профсоюзу действия, и что нужно было делать, и как мы делали, в принципе, что только за профсоюзами, за комитетами на местах, это касается не только медицинских работников, это все, всего касается в нашей стране только за общественными организациями, именно роль сохранения не только производства, но и медицины в том числе. Ну, то возьмем нашу организацию, это городская поликлиника номер 52, и мою ячейку профсоюза действия, которая ведет борьбу за улучшение условий труда. То есть, непосредственно при заключении коллективного договора мы выдвигали требования, это зафиксировано, чтобы изменить вот эти вот пункты в коллективном договоре, что касается спецодежды. То есть, там спецодежда в коллективном договоре, который выдвинула администрация вместе с Желтым профсоюзом, там говорилось о том, что именно на спецодежду, то они там называют это форма, хотя это спецодежда, выделяются средства от, ну, то есть, они там от чего-то зависят, от доходно-расходной части, в общем, от чего-то зависят. Хотя спецодежда это такая вещь, без которой нельзя обходиться на любом производстве. То есть, если спецодежда, я еще раз говорю, это не форма, а именно спецодежда, если она положена, она должна быть 100% выделена. Вот мы это указали, нашу поправку от МИЛИ не приняли. В дальнейшем мы от профсоюза решили написать еще письма в различные органы, в том числе в вышестоящие организации, не только. Ну, то есть, мы как бы по цепочке пошли, потому что там было собрание. Естественно, весь коллектив как-то смотрел со стороны. Это тогда никого не касалось. Ну, а профсоюз действия, мы же за улучшение условий труда терпеть, уже ходить вот в этих обносках, которые нам дали, ну, в которых мы сейчас ходим, уже терпения нет. Поэтому мы предпринимали различные активные действия. То есть, мы написали письма главному врачу, добились. Они нам отписали, что форма будет. То есть, в ноябре, в декабре нам дадут спецодежду. Затем мы написали Сожнову, что Сожнов возглавляет районный отдел здравоохранения. Он отписался, что типа встретиться с коллективом. Да, как бы есть рациональное звено в наших типа письмах. Он с нами встретится в декабре месяце со всем коллективом. С какими-то уже решениями тех проблем, которые мы им осветили. Ну, там было не только по поводу формы, но именно спецодежды. Поэтому там было очень много предложений. Причем все выполнялось на раз. Просто это надо взять, сделать и выполнить. Ну, просто берешь и выполняешь. Ну, как бы встречи не состоялось. То есть, получается, что, как обычно в нашей капиталистической стране, вот эта буржуазная власть, она там наверху консолидирована. Все направлено против нас. И понятно, что спецодежда это, опять же, расходы. И просто так на работников тратить их не обязательно. Вот вы молчите и молчите. То есть, вот у меня, например, сейчас в декабре месяце, ну, вот в декабре, который был 19-го года, я расписывался за свою спецодежду. Ну, и сфотографировал вот этот листок, за что же я там расписался. То есть, если нам спецодежду должны выдавать зимнюю и летнюю, соответственно, одну на два года, то я расписался за следующее. То есть, куртка теплая, одна штука, зимняя, это 15-й год. Ну, мне ее выдавали в 15-м году. То есть, чувствуете, мне уже должны были еще два раза эту зимнюю спецодежду выдать. И не только куртку, потому что в комплект входит зимняя шапка, зимняя куртка, утепленные штаны, куртка еще одна там, и ботинки. То есть, вот такая должна быть спецодежда. У меня на данный момент только зимняя куртка. То есть, я так понимаю, что мое руководство подразумевает, что зимой я должен ходить в куртке, в трусах и в носках. Но носки нам, естественно, не выдают. То есть, получается, в зимние шапки, в зимних ботинках и в куртке. Причем, эту куртку можно, в принципе, уже выкинуть, потому что, сами понимаете, спецодежда так долго не живет. Она там просто эта тряпка, а не куртка. То есть, на данный момент по нормативу у меня остались только ботинки и зимняя шапка. Вот так видят в Санкт-Петербурге врача скорой помощи. Затем мне дали демисезонный какой-то комплект. Демисезонный состоит из куртки короткой, которая мне по пояс, и какие-то штаны. То есть, я должен весной-осенью в холодные такие весной-осенью ходить. Значит, только в штанах и куртке по пояс. То есть, не дали ни куртки. Ну, под курткой же должно быть под этой вот, типа, утепленной, или там полуутепленной, еще что-то. Ну, и на лето у меня есть... Мне выдали, соответственно, летнюю форму. И предупредили, что стирать эту спецодежду желательно в какой-нибудь сеточке, иначе она рассыпется. Ну, люди попытались постирать. В общем, буква вот эта скорая помощь, которая написана, сзади они отвалились сразу. И они, как бы, ее положили. Большинство людей, которые работают на моей скорой, соответственно, они ходят в спецодежде, которую купили сами на свои деньги. И, как бы, работодатель ответственности никакой до сих пор не несет. То есть, понимаете, да? Наверху это сговора-то между главным врачом поликлиники и райздравом. Ну, как бы, никаких мер не предпринимается. Сейчас мы написали письма в ГИД и тому подобные вещи. То есть, получается, да? Вот сейчас вернемся к эпидемии. То есть, вот этот вопрос о спецодежде мы поднимали, соответственно, в течение прошлого года полностью, куда только не писали и не обращались. Ну, коллектив не поддержал именно весь коллектив, как хотелось бы. То есть, если бы весь коллектив поддержал, мы бы уже были все в спецодежде и были бы нормально. А так, получается, мы ходим в каких-то тряпках. При этом Санкт-Петербург является таким регионом, в котором денег достаточно для спецодежды. То есть, и даже вот в наших документах, которые прописывают именно приказы и законы в Санкт-Петербурге, у нас есть там, что тариф, который есть на скорую помощь, включая в том числе и вот эту спецодежду. Там это называется мягкий инвентарь. Но если раскрыть все нормативные документы, то, соответственно, к мягкому инвентарю относятся и спецодежды. Ну, и опять же, на спецодежду не надо много денег. То есть, допустим, вот тариф скорой помощи в Санкт-Петербурге четыре с половиной, по-моему, сейчас тысяч. Если я в год, ну, если у нас обычно работает на полторы ставки, на ставку 25, то есть, если в год обслуживается примерно тысяча вызовов, умножить это, ну, обычно спецодежда летняя стоит до полутора тысяч комплект, то получится, что в каждом вызове надо всего лишь один, два, три рубля и, как бы, отложить из каждого вызова, из оплаченного вызова. И получится это не такая большая сумма. То есть, выделить из каждого вызова три рубля и получится спецодежда на одного человека, ну, на одного сотрудника. Еще раз говорю, сумма небольшая, четырех с половиной тысяч, но, опять же, да, сэкономили на одном, на втором, на 150 тысяч, ой, 150 человек. Ну, и, как бы, получаются неплохие суммы, но, опять же, они не запредельные. То есть, конкретно нашему работодателю это не нужно. И кто же мог склонить именно к тому, чтобы выдали нам спецодежду и вот хотя бы вот эту эпидемию мы встретили не в своих каких-то шмотках, которые мы напокупали там где-то сертифицированно, не сертифицированно, мы просто их покупаем там в магазине напротив. Вот. А встретили бы в нормальной спецодежде. У нас же еще есть такой вот вариант, я это на себе испытал. То есть, после каких-то определенных стирок у нас на спецодежде есть такие полоски такие, которые с отражателем, это на улице. И они очень важны для нас. Почему я это испытал? Потому что как-то я стоял на трассе, у меня заглохла машина. Это такая скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург. И там был как раз неосвещенный участок дороги. Меня никто не замечал. Я думаю, блин, у меня где-то там валялась форма моя в машине. Взял и одел эту форму и продолжал стоять. Меня опять же никто не замечал. А потом, когда мне остановил грузовик, он говорит, я тебя остановил только потому, что мы в паре идем. И мой напарник впереди сказал, останови. Там какой-то мужик голосует. Выяснилось, что вот эти вот все светоотражающие элементы, они просто не работают. Потому что после определенных стирок, они теряют свои свойства. А это же важно для жизни. То есть, когда мы, например, оказываем помощь на дороге, мы же там иногда пациентов вытаскиваем из этих, ночью, из куветов. Соответственно, вот ты вылез из кувета, а объехали вот эту мелькающую огнями машину. А дальше ты в этой темной одежде тебя не заметили. И будешь лежать там же, сбитый, рядом с пациентом, которому ты оказываешь помощь. Поэтому вот эти вот все мелочи, которые кажутся мелочами, это не мелочь. Ну и, соответственно, как бы мы могли повлиять на данную ситуацию? Естественно, мы могли бы всем коллективом провести слаженные коллективные действия. Сказать, что мы без спецодежды работать не можем. Это можно было уже сделать год назад, два года назад, три года назад. Но, опять же, люди не понимают, для чего профсоюзы. А профсоюзы как раз для этого. То есть, ждать того, что вам, работодатель, чего-то там, что-то вам исправит, пойдет на уступки, улучшит ваши. Нет. Пока вы не будете давить, у них свои интересы, у вас свои интересы. И интересы, опять же, складываются. Мы делим деньги, которые есть у работодателей. У них сейчас куча всяких лазеек, именно в моей медицине, чтобы, в принципе, платить маленькие зарплаты, а себе платить большие. Не выделять деньги на спецодежду. И пока мы вот так вот молчим, разрозненно, ничего не произойдет. Надо объединяться в профсоюзы. Ну и вот профсоюз у нас ведет, моя ячейка в поликлинике ведет работу. Изменения, конечно, сейчас есть, но они небольшие. Если бы мы объединились, если бы люди прислушивались, включили свои мозги, проанализировали ситуацию, то, возможно, ну еще раз говорю, невозможно, мы бы точно добились этого всего год назад. Вот точно год назад добились, когда мы эти вопросы стали поднимать. А главное, мы знаем, как это все сделать, как добиться той же спецодежды, без которой мы сейчас работаем в таких вот жестких условиях. Опять же, чувствуете, да, вы же не просто так спрашиваете о того, что сейчас происходит, зачем происходит. То есть, получается, вот, например, сейчас медицинские работники, ну, те, которые работают, те, которые не косят, те, которые не сидят на больничных и не испугались этой эпидемии, соответственно, работают вот в таких вот условиях. И что же нас может спасти от того, чтобы не заразить, ну, меньше заразиться и меньше болеть? Естественно, это сокращение рабочего времени. То есть, у нас положено по нашим нормативам, опять же, здесь переходим плавно к соуд, что если бы у нас нормально провели соуд, то рабочая неделя у нас была бы 36 часов. Сейчас у нас рабочая неделя 39 часов, соуд проведено с нарушениями. Кто бы мог проконтролировать правильное проведение соуд? Естественно, профсоюз. Но профсоюз должен составлять большинство. То есть, если бы мы на данный момент имели бы вредность 3,3, как нам регламентирует непосредственно наш Минздрав, то, соответственно, у нас бы была 36-часовая неделя. Для этого надо было просто объединиться коллективом, написать эти все письма. А если бы к нам не прислушались, то применить коллективные действия, ну, различные. Ну, допустим, скорой помощи нельзя бастовать, но можно применить такую вещь, как итальянскую забастовку. Ну, в принципе, возможно склонить работодателя к тому, чтобы все провести по нормам. Причем, чувствуете, да, мы не хотим что-то там сверху. Мы хотим, чтобы просто выполнялись законы Российской Федерации, которые сама же Буржуазия себе и написала. Ну, типа для нас. То есть, если бы хотя бы исполнялись эти законы, ну, и сейчас в основном идет в нашем профсоюзе работа, хотя бы исполните то, что вы сами написали, не говоря уже о том, что в коллективном договоре должны быть улучшения по сравнению с Трудовым Кодексом Российской Федерации. Просто исполните то, что вы написали. Ну, и, соответственно, если бы большинство понимало об этом, ну, вернее, они понимают, но почему-то стоят в стороне. И еще раз говорю, вот есть возможность сказать, еще раз говорю, только именно действия профсоюза, именно коллективные действия могут что-то изменить. Но пусть это будет называться не профсоюз, а комитет. То есть, есть вариант это создать инициативный комитет на любом предприятии. Это касается не только здравоохранения, это касается любого завода, фабрики и тому подобное. Вообще не морочится, просто создайте инициативный комитет без всяких там бумаг. Ну, и по Трудовому Кодексу Российской Федерации можно вступить в коллективные переговоры, как по защите коллективного договора, так и по изменению в действующий коллективный договор. Там можно, не обязательно профсоюз, это может быть, опять же говорю, иная форма организации работников. Это, допустим, я предлагаю, допустим, слово такое интересное и проверенное как комитет. Ну, соответственно, если бы мы добились этих 36 часов, соответственно, мы бы меньше контактировали с больными. На 3 часа каждую неделю в месяц это получается уже 3 на 4, 12 в год уже получается на целый месяц меньше. Ну, и, соответственно, меньше во вредных условиях работаешь, меньше, как говорится, болеешь. Потому что мы работники скорой помощи, мы переносим на ногах такие инфекции, о которых, наверное, некоторые даже и не слышали, а мы даже не понимаем, чем мы болеем. То есть у меня, например, был в моей жизни такой эпизод интересный. Это был 12-й год. Я заболел каким-то болезнью, диагноз был не поставлен. То есть протекало это следующим образом. У меня была температура 48 дней. То есть в анализах все нормально. Ну, те, которые были доступны на тот момент, сделали еще какие-то экзотические анализы. Ничего у меня из крови не выяснили, ничего не определили. Вот сшарашило температуру 40 градусов. Каждый день я худел на 1 килограмм. То есть за 8 дней я похудел на 8 килограмм. И не знаю, что со мной делать. Просто мне одномоментно лили гормоны в вену и антибиотики. То есть для гормонов понятно, для антибиотиков показаний не было. Но на всякий случай налили. И вот я в течение 8 дней просто мучился. Ну, понятно, что перенес какую-то непонятную для меня и для целой больницы. Перенес какую-то инфекцию. Ясно, что мы таких инфекций таскаем кучу. Я могу сказать, что на данный момент с той же коронавирусной инфекцией, она же у нас не одна, это коронавирусная инфекция. Ну, есть такое предположение, что непосредственно в России меньше болеют именно тяжелыми формами. Только из-за того, что что-то подобное у нас уже давно существует. Именно в Санкт-Петербурге, в Москве и вообще, в принципе, на территории России. Возможно, у нас даже у части популяции уже есть иммунитет даже конкретной вот этой вот инфекции. Опять же, нам до нас полностью не доводят эту информацию. То есть, по некоторым данным, допустим, относится этот вирус к циклическим вирусам. И, соответственно, там уже на данный момент уже 180 штаммов нашли. Соответственно, каждый штамм от источника заражения, то есть, к каждому следующему пациенту, типа, этот вирус теряет свою, ну, скажем, по бытовому силу. То есть, силу теряет, и, возможно, просто на территории России уже есть иммунитет у какой-то прослойки населения, который перенес эту инфекцию на ногах, и не заметили, что они это все переносили. Ну, еще раз говорю, просто мои наблюдения. Я работаю в городе, который по туризму в России на первом месте, в мире, там, на втором, на третьем, в Европе. Ясно, сколько через нас было, прошло всяких туристов, в том числе и наши, не из бедного региона, постоянно вылетают в различные страны. Но вот повального, тяжелого на данный момент не наблюдается. Опять же, то, что створится в Санкт-Петербурге, да, вот там, что вот пневмонии, там, в каком-то госпитале, ну, в какой-то больнице умирают, там, десятками людей. Ну, а как медик скажу следующее. У нас от пневмонии каждый год умирают тысячи людей. Среди стариков это обычная, ну, как бы, обычная болезнь, от которой умирают старики. То есть, они там более-менее еще ходят, передвигаются на ногах, а когда они в силу всяких обстоятельств, допустим, ломают шейку бедра или там у них инсульт, им приходится проводить очень большое время в лежащем положении, возникают эти застойные пневмонии. Естественно, они, какая-то часть стариков, умирают от этих застойных пневмоний. Соответственно, в России от пневмонии на данный момент умирает от 30 до 35, по некоторых годах до 37 тысяч человек. Если, допустим, в Санкт-Петербурге проживает 5 миллионов от 140 семей, это примерно 4,5 процента, ну, пусть будет, или 4 процента, сколько это, но 4 процента, то есть, понятно, что в Санкт-Петербурге умирают сотни людей от пневмонии. И если сейчас по нынешним мерам, ну, мерам, которые принимаются, если обычно пневмонии распределяются по нашим, сколько у нас, примерно 40 общепрофильных больниц, по 40 общепрофильным больницам, а сейчас под это выделена отдельная больница, туда свозятся все пневмонии. Если раньше это было, допустим, умирали эти сотни, но они распределялись более-менее по всем больницам, а если сейчас они свозятся в одну или там в две, в три, в которых сейчас это все принимается, то понятно, что при каждой больнице морг, и все пневмонии туда свезли, и все равно люди от пневмонии умирают, то, естественно, там вот в этой одной или в двух, или в трех больницах морг будет переполнен, и все стоят, вы смотрите, морги переполнены, посмотрите, везут грузовиками, посмотрите, там какой-то стадион, уже все, там, на ледовой арене лежат трупы. Но это бред, это просто вот, если сгрудить все в одно место, то, естественно, вот, если смотреть в эту точку, будет ужас. А если пойти в другую больницу, а там ничего нету. Просто туда этих больных не везут, и они там, соответственно, ну, кто-то же должен от какой-то болезни умирать, без этого никак. Ясно, что старики обладают кучей приобретенных болезней, ну, самая распространенная, это шимическая болезнь сердца, а главное, это вот при пневмонии, это сахарный диабет. Ясно, что этот сахарный диабет способствует просто развитию этих микрофлоры, сладенько, хорошо, в легких прям ням-ням-ням им. Они там живут очень хорошо при сахарном диабете, развиваются. Ну, и люди, которые страдают сахарным диабетом, очень тяжело выходят именно из тяжелых форм пневмонии. Как бы ничего такого нету, ну, и сейчас норма, то есть, ну, понятно, что есть всякие нормы, ну, вернее, не норма, а какой-то порог этих пневмоний у нас в популяции. Соответственно, сейчас этот порог не превышен. Ну, и опять же, о том, насколько раздута данная тема именно вируса. То есть, я работаю не на удаленке, на приближенке, так работают все скорые. Тяжелых случаев на скорой именно в нашем большом коллективе, да, больше 150 человек на данный момент нет. Люди просто не ходят на работу, потому что, понятно, боятся все раздуто. Ну, и в больницах тоже нет такой прям повышенной смертности. Люди, которые страдают атипичными пневмониями, но, видите ли, вот эти вирусы, они подразумевают под собой, если ты заболел, именно это все перешло в осложнение, в пневмонию, то это будет протекать именно вот так, в виде атипичной пневмонии. То есть, начали уже выбрасываться в интернет какие-то фотки, причем вскрытие тела, вот зачем это вообще нужно, для чего. То есть, там вскрыто тело, разрезаны эти легкие, и люди на это смотрят, и все это подписано, что вот так, вот так. Да это вот так вот везде. Ну, вот как бы в морг, если поступает такое тело, то вот так это выглядит просто. Ничего здесь нет, зачем это фотографировать и выкладывать в сеть, и подписывать, что это вот так вот в Италии, ну, непонятно. Ну, там просто разрезано, я как медик понимаю, что это просто красное опеченение, легкое с красным опеченением, все. Это ни о чем вообще не говорит. То есть, мы, например, медики сейчас лишены полностью информации. То есть, понимаете, люди умирают от различных болезней. Да, и сейчас, если человек умер от инфаркта, а у него находит коронавирус, то вот он умер, и у него коронавирус. То есть, он не умер от коронавируса, он умер конкретно от инфаркта, но раз у него нашли вот этот вирус, то мы еще вот в эту статистику приплюсуем. А если вот это вот все липо, да, ну, понятно, что старики умирают далеко не от коронавирусов, а еще от обычных заболеваний, да, там, шимическая болезнь сердца, опять же, да, сахарный диабет и все-все-все, что с этим связано, то, соответственно, если вот этих всех стариков, которые умерли от чего-то другого, но у них нашли коронавирус, вычесть, то смертность будет еще меньше, да. То есть, получается, опять же, просто кто-то искусственно создает панику. То есть, что-то этим маскируют. Ну, для меня это, естественно, что просто банально маскируется вот этот кризис, очередной кризис капиталистической системы, который, ну, вследствие того, что сейчас это можно более-менее регулировать, то, соответственно, это все растянуто с 2012 года на несколько, ну, получается, уже скоро на 10 лет этот кризис растянут. Ну, что касается рекомендаций, которые есть, ну, я то просто объясню, в чем, ну, на что обращать особое внимание, именно как я делаю. Соответственно, я еще нахожусь в очаге, пока ничего не болею, ничем. Значит, рекомендации очень простые. Должны понимать, что вы... Заразиться можно в любом месте, и, скорее всего, многие уже заразились, просто переносят это на ногах, и ничего об этом, ну, и не догадываются. То есть, как заражаются, это вот, допустим, вы заходите в подъезд многоквартирного дома, а до вас кто-то там чихнул. Причем, вот это аэрозольное облако с этим вирусом, ну, любым вирусом, гриппа, там, этого коронавируса, оно висит в воздухе в течение, там, 10-20, иногда и час висят эти капельки при определенных условиях. Соответственно, проходя через это облако аэрозольное, вы на себя, на одежду, в легкие это все попадает, этот вирус, ну, и вы, соответственно, заражаетесь этим. Второй момент, самый главный, то есть, в основном, не аэрозольный путь передачи, а именно контактный. То есть, почему там в странах, где любят полобызаться, не соблюдают правила личной гены, то есть, не моют руки, но, в основном, это вот эти лобызания, это вот, вот вы, русские, там, говорят, вы такие злые, вот вы так не приветствуете себя, там, длительными обниманиями и тому подобное, как это происходит, допустим, в той же Италии, да, там, встретились и давай друг друга целовать, там, в течение получаса. Ну, соответственно, у нас такого нету, это очень большой плюс. Основной перенос, ну, перенос, это, соответственно, на перилах, на ручках, на деньгах, то есть, воспользовались вот этим всем, протрите руки, попробуйте больше пользоваться карточками, нежели живыми деньгами. Не хватайте ручки, если схватили, ну, можно эти руки просто помыть, ну, банально помыть руки, и этого, и этого чаще всего достаточно. То есть, вот эти вот все спецодежды, которые, которые сейчас придуманы и раздуты, что мы должны там в каких-то противочумных костюмах существовать, это тоже не работает, потому что, ну, смотрите, допустим, я пришел в квартиру, в котором болеют коронавирусом. Естественно, они там чихают, кашляют, чаще всего это приходишь, там просто душно, невозможно душно там бояться открыть форточку, проветрить. Ну, и топят тоже хорошо у нас сейчас, да, в некоторых домах, там вообще невозможно находиться. И вот это висит облако, все вокруг в этих биологических жидкостях. Кто-то хорошо пользуется носовым платком, кто-то растирает эти сопли по штанам, по всяким предметам, которые находятся. Ну, и, соответственно, я пришел туда с каким-то костюмом, да. Ну, выдают нам одну маску на такой вызов, где только с температурой. То есть, где нет температуры, маски не выдают. Но если априори весь город заражен, то почему по всем остальным вызовам мы должны ходить без соответствующей усиленной спецодежды? Ну, соответственно, надо же эти костюмы одевать. Мы это не одеваем. То есть, по большому счету, мы приходим просто в масках. Ну, даже если, допустим, мы одели вот эти вот халаты, которые нам выдают, там вот этот весь бред. Вот мы в этом костюме обслужили этого пациента. То есть, померили температуру, сделали необходимые мероприятия, да. Заполнили эту карточку. Ну, или не заполнили, там, как заполнять на вызов, если все вокруг инфицировано. И вот мы выходим оттуда и садимся в машину. То есть, мы садимся в машину в этом спецодежде, потому что нам эту спецодежду дали что? Мы должны ее где-то снять. То есть, чтобы снять спецодежду нормально и не заразиться, и не извозюкать всю свою форму то, что висит у меня на этой спецодежде, это надо просто с чьей-то помощью это все проводить. Потом это надо на каждый вызов, чтобы был такой костюм. Потом мы должны это где-то снимать. Там, где мы снимаем, это помещение должно быть отдельно обрабатываться. Ну, то есть, вот эти все мероприятия просто невозможны. Опять же, нам выдают просто маски. Ну, понимаете, когда ты вдыхаешь, вот ты стоишь в аэрозольном облаке, в котором и находится микроорганизм, соответственно, вот, если это плотно не прилегает, как в противогазе, да, там, допустим, тот же противогаз, там они по номерам, не поверите, то есть, вот у меня номер три противогаз, чтобы это все плотно прилегало и не проходило, то в маске, соответственно, ну, допустим, 50% будет проходить сквозь защитные слои маски, а остальные 50% будет просто сквозь прорехи в этой маске. То есть, ясно, что нужна маска, которая полностью облегает лицо, ну, по типу противогаза, да, там, ну, есть различные варианты, но она такой выдают, нет. То есть, вот эта маска, она бесполезна. То есть, получается, что те меры защиты, которые предпринимают сейчас, на данный момент в нашей стране, в России, они, по большому счету, не действуют. То есть, еще раз говорю, скорее всего, у нас население уже давно 50% заражено, потому что, как показывают исследования в Австралии, там взяли и стали проверять не те, которые страдают там кашлем или какими-то респираторными проявлениями респираторного заболевания, но стали тестировать подряд всех. Вот всех просто вот сплошняком. И выяснилось, что, бац, столько народу у них носят этот коронавирус и никак это не ощущают. То есть, получается, в популяции он уже давно, ну, не давно, а уже распространен по всей популяции, именно в Австралии, но при этом большинство просто даже не знает, не замечает и ничего. То есть, еще раз повторю, то же самое можно приложить и на нас. То есть, если бы сейчас были эти тесты, тесты для большинства, и сейчас провести это тестирование, ну, именно во всей популяции, ну, или хотя бы в части, там, какой-то, там, допустим, в одном микрорайоне, выяснится, что все уже давно носят этот COVID-19, соответственно, SARS-CoV-2. Ну, и, соответственно, ничего страшного в этом не происходит. Ну, то есть, рекомендации, опять же, те же самые. То есть, мы просто банально моем руки. Маски вот эти обычные надевать именно на зараженных, чтобы они не кашляли на 7 метров, не разлеталась бы эта аэрозоль. Ну, то есть, при кашлянии на 2,5 разлетается, при чихании до 7 метров этот аэрозоль разлетается. То есть, маски вот такие одеваются именно вот на таких товарищей. Ну, элементарные средства гигиены. То есть, если об себя сопли вытирают, а все предметы кругом, то, соответственно, бить по рукам и по голове, и научиться пользоваться салфетками. Самим мыть руки. То есть, пришли в общественное место, сразу понимаем, что все вокруг заражено. По всему ползают микробы и вирусы. То есть, обрабатывать руки. Ну, в данном случае, почаще. Потому что сейчас еще такое время, когда очень благоприятная среда. То есть, повышенная влажность и температура как раз для их распространения. И солнца, главное, очень мало. Ну, в общем, вот такие дела. Ну, если совсем... Ну, и, соответственно, очень побольше внимания уделить именно старикам. То есть, до 50 лет, если нет каких-то хронических заболеваний. Особенно заболевания крови и иммунной системы. То, соответственно, бояться особо не надо. А именно обратить внимание на своих стариков. То есть, если есть возможность приносить еду, не контактируя, то приносить. Пусть сидят. Если вы приходите откуда-то с улицы, то, соответственно, надо подразумевать, что вся одежда у вас инфицирована. Это непонятно чем. Но при этом в обычном сухом помещении вируса на одежде уже в 70% через 2 часа уже не будет. Поэтому это просто избавиться от одежды. Если есть возможность постирать. Если есть возможность просто даже просушить. Чаще всего этого достаточно. Опять же, помыть руки. Оставить обувь в прихожей, обработать ее каким-то дезраствором. Ну, хорошо бы. Опять же, не обязательно. Но это все препятствует распространению этого микроорганизма в квартиру. Ну, то есть, для работников скорой помощи это просто смена спецодежды. Желательно ее стирать после каждой... Ну, сдавать на стирку для обработки каждую смену. Ну, видите, в нашей поликлинике номер 52 города Санкт-Петербурга. Нашу форму стирать невозможно, потому что именно спецодежды на данный момент мы не обеспечены. Ну, вот и как бы возвращаясь к профсоюзным делам, могу сказать, что непосредственно профсоюз действий наступает по всем фронтам. И сейчас мы непосредственно распространяем такой документ, где на основании собранных материалов, особенно базы... Именно базы правовой. Мы создали такой документ, называется докладная записка. Если надо, я ее вышлю непосредственно на радио, может быть, где-то там прикрепить. Ну, возможно, даже сделаю отдельный ролик. Где мы пишем именно на основе чего, на основе каких документов, как должна выглядеть спецодежда непосредственно при работе с микроорганизмами первой и второй группы опасности. То есть, патогенности мы ссылаемся на все документы. Вот, приводим здесь приложение, на которое мы ссылаемся. Ну, то есть, вся нормативная база есть. Если бы она выполнялась, то мы бы себя чувствовали легче, вне зависимости от того, что произойдет. Ну, и видите, здесь возникает опять та же самая тема. Это касается и медицинских работников, это касается и всех вообще, и там, и фабрик, и заводов. Вот мы стоим и смотрим со стороны, наблюдаем, что делают наши чиновники, наши работодатели с нашими заводами, фабриками и непосредственно лечебными учреждениями. То есть, мы стоим, молчим, разрозненные. И, соответственно, мы могли бы повлиять и выбить эту спецодежду уже бы год назад. И было бы уже легче. Возможно, мы бы в тот момент, да, там, ну, на тот момент лично я об этом не думал, об этих противочумных костюмах. Но если бы мы работали именно с сплоченным коллективом, возможно, кто-то бы и заранил мысль. Ребята, а если у нас вот это? А есть ли у нас спецодежда? А есть ли у нас вот эти костюмы в достаточной мере? Что мы будем делать тогда-то, тогда-то? И коллективным разумом мы бы тоже бы решили вот эту проблему, вот этого всего. Опять же, вот, кажется, ерунда, ерунда вот это, ерунда вот это. А когда пришла эпидемия, оказалось, все не ерунда. Вот, допустим, да, мы пишем, мы написали письмо, наша именно профсоюзная ячейка написала письмо, чтобы нам поменяли мебель, которую принесли в отделение 20 лет назад с помойки. То есть, как выглядит эта мебель, которая у нас есть в отделении? То есть, это стоят старые столы ДСПшные, у которых обломлены углы, из которых торчит вот это вот ДСП. То есть, получается, да, тот стол, на котором защитная вот эта вот, не знаю, вот эта поверхность, да, она просто, ну, покорябана, она обломлена. Соответственно, если даже ее обрабатывать дезраствором, вот эту ДСП нормально дезраствором не обработать. То есть, если ты ее начинаешь обрабатывать по норме, то, соответственно, это ДСП начинает пухнуть. Потому что каждые два часа, если ты протираешь плюс дезраствором, там просто водой протри и ДСП начинает, да. А если ты каждые два часа начинаешь протирать раствором, то, соответственно, этот стол придет сразу же в негодность. И вот у нас вот такие столы стоят, например, письменный стол стоит в комнате для приема пищи. То есть, для приема пищи должна быть специальная мебель, да, со специальным покрытием. Вот у нас стоит разбитый стол, который покрыт какой-то там грязной клеенкой. То есть, что касается, допустим, всего, что там есть. Допустим, шкафчики, да, у нас шкафчики не раздельно, не для, вот должны быть, а раздельно для спецодежды, раздельно для своей одежды. То есть, получается, что спецодежда и одежда, и там предметы личной гены хранятся в одном шкафчике. То есть, по нормам это должно быть в разных. И сейчас мы понимаем, насколько это важно, чтобы было разное. То есть, получается, вот эти вот сопли, которые мы зацепили на каком-то вызове, мы несем вот в этот шкафчик и размазываем по этому шкафчику, и туда кладем свою одежду. И вот это важно, но, извините, как бы Санкт-Петербург, и мы пишем письма, но нам говорят, что, извините, какие-то там мазы нелепые, что, типа, вот это не в нашей юрисдикции, это вот в вашей юрисдикции. То есть, вот это все касается шкафчиков, да. Потом, что касается линолеума того же, да. То есть, мы приносим вот эту заразу на ногах, хотелось бы протирать этот линолеум, но ты его не протрешь никогда, если он у тебя просто порван там во всех местах и протерт. Как ты можешь обработать этот линолеум? То есть, получается, если бы мы всем коллективом объединились в профсоюз, и по каждому пункту добивались бы своего коллективными действиями, то мы бы целиком бы станция к данной эпидемии подошла бы во всеоружие. То есть, у нас была бы стояла бы нормальная мебель, за которой ты приходишь с вызова, ты садишься и вот этими руками, рукавами, начинаешь размазывать эти микробы по столу, а потом кто-то приходит к этому столу, садится, выгружает семечек на стол и начинает с этого стола грызть семечки. А потом иногда не хватает места для приема пищи, потому что, допустим, запустили быстренько поесть, а приехали все сразу, места не хватает. Кто-то идет вот в эту ординаторскую, начинает там, где вот эти микробы размазаны по столу, начинает есть свою приготовленную пищу. То есть, чувствуете, да, вот каждая мелочь, о чем говорит наш профсоюз действий, что смотрите вот на это, на пятое, на десятое, давайте исправим, давайте это. Вот сейчас эпидемия есть, да, там, ну, как бы, все равно, как бы, я относился лично, я относился к этому, но страна-то относится по-другому. И мы понимаем, что вот сейчас, вот я лично понимаю, что нас сейчас пронесет, то есть нормально все. Но если будет какая-то действительно эпидемия, вот как это было в 70-х годах, да, с черной оспой, ну, соответственно, каюк. Каюк будет полный, потому что наша система и вот это наше, то, что мы стоим постоянно в стороне от этих всех проблем, не добиваемся ничего. Большинство вообще не знает, что такое коллективный договор, что с помощью коллективного договора можно было бы сохранить не то, что там конкретное лечебное учреждение, можно было бы сохранить завод, фабрику, добиваясь, чтобы оборудование менялось каждые пять лет. Вот у нас, например, да, там есть какие-то эти кардиографы, которым по 70 и больше лет. Что при нашем сегодняшнем производстве и наличии денег в Санкт-Петербурге, да это все меняется на раз-два. Но просто об этом надо говорить, об этом постоянно надо добиваться именно с помощью коллективного договора, где бы это все было бы прописано. Тот же метрострой, который рядом, да, но они там развалились, там оборудование не менялось никогда. То есть вот эти собственники Александров, которые там сейчас сидят, да, в тюрьме, естественно, не менял это оборудование в течение многих лет. А коллектив бы мог бы уже на тот момент написать коллективный договор, в котором бы прописано, что мы не будем работать на этом оборудовании, которое больше там пяти-семи лет, потому что оно изношено и травматизация повышенная и вообще не отвечает никаким, и производительность падает и тому подобное. То есть мы опять возвращаемся к тому, что народ стоит в стране и не знает совершенно, как делать. Об этом знает рабочая партия России, как поступать, об этом знает профсоюз действия. Поэтому еще раз говорю, вот мы написали докладная записка, хотя бы сейчас начните с этого. То есть мы указываем здесь номера документов конкретные, которые действуют у нас на территории России. Конкретно, что делать, куда обращаться и видите в последний результирующий абзац. Случаи игнорирования моего обращения будут вынуждены прибегнуть к защите моих трудовых прав и обратиться в компетентные контролирующие надзорные органы, ну и соответственно, соответствующие статьи. Наш профсоюз предлагает это делать коллективно. Даже если вы не состоите в профсоюзе, любое коллективное действие всегда приводит к успеху. Поэтому не надо подписываться пачками под одним письмом. Пишите каждое отдельное письмо. Вот это вот коллективное письмо, оно приходит, допустим, в Государственную инспекцию труда или, допустим, в прокуратуру. Это одно письмо. А когда приходит много писем, вот это уже идет как-то по-другому. Начните хотя бы в своих коллективах с этого. Но вот эти все временные меры, это временные меры. Чем отличается именно профсоюз от вот этих временных мер, то есть от одноразового вскипания в коллективе? Это то, что профсоюз именно предлагает коллективный договор, защищает его. И в дальнейшем, после того, как коллективный договор принимают на условиях профсоюза, он контролирует выполнение этого коллективного договора с помощью своих инструментов. Потому что профсоюз, он действует не одномоментно. Это та организация, которая, вот именно низовая организация, которая, если в профсоюзе стоит большинство, сильно, ну не сильно, а просто влияет на расклад сил на предприятия, на, ну, в учреждениях здравоохранения, на заводах, да везде влияет. И поэтому, именно как выясняется, только сейчас от профсоюзов зависит хоть какая-то, ну, изменение в лучшую сторону. То есть, еще раз повторюсь, если бы весь коллектив, как бы, вступил в наш профсоюз, ну, либо поддержал нашу борьбу, мы бы сейчас были бы во всеоружии, когда наступает это, когда наступила вот эта эпидемия. А так получилось так, что непосредственно скорая помощь, именно отделение скорой помощи в 52-й поликлинике просто находится в развальном состоянии. И совершенно вот эти работники, которые находятся на передовой, слава богу, что это идет, что-то там, каким-то боком нас эта именно эпидемия коснулась. Но если бы это было не боком, то, соответственно, мы бы лишились первую неделю вообще всех сотрудников скорой помощи. Поэтому организуйтесь. Сейчас мы как раз приходим к тому, что только организованные действия могут, в принципе, спасти страну. Но это отдельная тема, и мы ее коснемся. Ну, и вот опять же у нас, чего еще мы добились именно профсоюзом и коллективными действиями, это именно наша администрация нам скосила именно за вредные условия 7 дней отпуск. То есть из 14 оставили 7. И вот коллективные действия привели к тому, что им пришлось идти на отступную, хотя говорили, нет, вам не положено. И тут же, ну, как бы откатили на 11 дней. Ну, пусть не 14, а 11. То есть только-только кричали, что вам не положено. И тут же стало положено, когда хоть какие-то минимальные коллективные действия начались. Поэтому, если бы мы участвовали, ну, целиком и по продуманному плану, который предлагал профсоюз действий, я думаю, мы бы вернули эти все 14 календарных дней. Ну, а насколько это важно, вот эти 14 календарных дней, не 7, а 14, если вот это все пересчитать 39-часовую неделю сократить до 36-часовой недели, а вот эти дни отпуска, ну, 7 и 14, вот растянуть это все на трудовую жизнь, то получится, что можно, вот нам убрали 5 лет, да, вернее, прибавили 5 лет работы до пенсии, то, соответственно, вот если не 39, это 36 часов в неделю, плюс вот эти дни отпуска за вредность, то получается примерно 3,5 года за трудовую жизнь. То есть чувствуете, да? И это зависит только от нас. Не от какого-то там Путина, Медведева, или же там Исаева от ФНПР, который продавил эту реформу пенсионную, а конкретно от нас зависит от наших коллективных действий. Давайте проведем нормально соут 36 рабочую неделю, от этого же зависят эти 14 дней отпуска, а может быть и больше, там есть всякие нюансы, да? То есть коллективный договор может же прописать и больше дней за вредность, вот вы не поверите, а такое может, но для этого нужны именно коллективные действия. Для этого нужен нормальный прогрессивный коллективный договор, который есть, опять же, в профсоюзе действия. Если кому-то надо, обращайтесь, я вышлю по почте проект прогрессивного коллективного договора. Если у вас получится там добиться больше, чем написано в моем проекте, то, соответственно, ну это уже даже не мой проект, потому что я его написал, и на данный момент непосредственно наш профсоюз, наши юристы профсоюза проработали этот документ, и там как бы все соответствует, и все просто правильно, просто правильно, ни к чему подкопаться нельзя. Поэтому сказать, что это конкретно мой проект, на данный момент уже нельзя, это уже коллективный такой труд, но он, главное, есть. Любая организация медицинская, можете обратиться, и мы вам вышли, но мои координаты есть везде, просто наберите Григорий Бобинов, красный доктор, и там появится мой телефон, моя почта, все работает. Я не всегда, не круглосуточно отвечаю, но стараюсь перезвонить на все, не стараюсь, а перезвоню на все звонки, которые я там пропускаю. Ну и подведем короткий итог. Как следует из вышесказанного, что наше пассивное стояние в стороне от насущных проблем, то, что мы не развиваем профсоюзы и вообще коллективные действия, привели к тому, что многое-многое, многие отрасли нашей страны пришли к упадку, и вот когда понадобился консолидированный ответ на возникшую проблему, ну пусть даже мнимую, мы не можем ее в полной мере дать из-за того, что, опять же повторюсь, многие стоят в стороне. Поэтому даже данную эпидемию можно было бы пережить намного проще, если бы на каждом предприятии, в каждом учреждении здравоохранения был бы нормальный боевой действующий профсоюз, и даже вот это банальное поддержание базы на уровне существующих нормативов, помогло бы решить многие проблемы, которые сейчас возникли, ну в связи с тем, опять же, что я сказал. На этом хочу с вами попрощаться, пишите мне, звоните, буду высылать всем проект коллективного договора, потому что за коллективными действиями будущее нашей страны. Спасибо, до свидания.